Даже в сухую погоду жители поселка Искра Котельнического района ходят по дорогам в резиновых сапогах. Грязь по колено здесь постоянная, а вода в лужах чистейшая, питьевая. Еще в феврале месяце здесь прорвало водопровод. Трубы принадлежат району, туда и писали заявление с просьбой отремонтировать и жильцы, и представители управляющей организации. Но то, что специалисты здесь так и не появились, видно невооруженным взглядом. Обидно просто, что теряется очень много воды. Мы-то первые во врезке, особо не страдаем. Но в поселке, на третьих этажах, на вторых, вода отсутствует. То есть вот она уходит у нас здесь, а нам хоть пруд рой, чтобы не пропадала. Любовь Анатольевна воду в кране видит пару раз в неделю. Когда бежит в основном ближе к ночи, сразу набирает запасы. Набираем ванну, нас тут в емкости, в благородье, баню набираем. При этом тарифы в искре формируются от затратного метода. Сколько выбежало из трубы, неважно в квартиры или на дорогу, такая стоимость и в платежках. Дело-то, видишь, повысят счетчики, надо ставить. Ну так счетчики поставим? Счетчики, кстати, надо ставить. Да, счетчики. У тебя-то есть счетчик? Нет? Нет. Последние недели искренне все больше задумываются о пользе счетчиков на воду. Возможно, в ближайшее время они появятся не только в семье Рожиных, но и в других квартирах поселка. Татьяна Яхторова, Ирина Сырцева, Максим Колбин и Антон Мамаев. Бюро новостей. Дайвича. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...